Покемон Го Интересно, что это за такие башни имеются на карте? А это, мой дорогой друг, Джим или на русском качалка, но чаще всего их принято называть аренами, так как именно на них происходят сражения между покемонами. Чтобы сразиться с реальными игроками, тебе предстоит достигнуть пятого уровня. При этом ты должен будешь выбрать одну из трёх команд, за которую будешь сражаться. Команды отличаются друг от друга только цветом, никаких дополнительных бонусов и привилегий ты не получишь. Внимательно подходи к выбору команды, поскольку в дальнейшем сменить её на своём аккаунте ты не сможешь. Придётся либо начинать игру заново, либо оставлять всё как есть. Джимы нужны для добычи внутриигровой валюты – покемонет. Получить их можно сразу после захвата одного или нескольких джимов. Сбор монет можно повторять через каждый двадцать первый час. У арены есть рейтинг и уровень. С увеличением рейтинга повышается число уровней, а значит и количество покемонов, которые могут быть на арене. Например, арена третьего уровня вмещает трёх покемонов, а арена пятого – пять. Покемоны в джиме располагаются в порядке увеличения силы. Сначала идут самые слабые, а замыкает король арены. Ты можешь контролировать сколько угодно арен, но за 21 час не сможешь получить больше ста монет. Чтобы контролировать джимы, ты должен поместить в него своего покемона и надеяться, что его не выбьют в процессе нападения. Арены бывают пустые, их рейтинг равен нулю. Чтобы захватить такую арену, необходимо просто поместить в неё своего покемона. Арены могут быть заняты противником. Чтобы получить контроль над таким джимом, необходимо понизить его рейтинг до нуля. Сделать это можно, сражаясь с покемонами, которые там находятся. Если вы побеждаете, то рейтинг арены падает, как и его уровень. Следовательно, покемонов, которые её обороняют, становится меньше. Атаковать одну и ту же арену можно сколько угодно раз. Если арена занята вашими союзниками, то для контроля вам необходимо поместить на неё своего покемона. Кроме того, вы можете увеличивать рейтинг и уровень такого джима, если будете отправлять ваших покемонов тренироваться на них. С теоретической частью будем заканчивать и перейдём к самому интересному – сражениям. Для начала попробуем отбить какую-нибудь арену. Вот, например, хороший вариант. Тапнув по джиму, вы можете просмотреть, какие в ней покемоны. Для этого просто перелистывайте их. Но нам это в этом случае не понадобится, поскольку тут у нас только один лапрас. У него два типа – Water и Ice. Лучше всего такому покемону будут противостоять зверьки с типом атаки Electric и Grass. Поэтому мой выбор атакующих покемонов будет именно таким. Нажимаем Go и начинаем битву. Чтобы наносить удары по противнику, нужно просто тапать по нему. Если шкала уровня энергии у нас заполнится, то мы можем использовать специальный удар. Для этого нажимаем и держим, пока покемон не применит свою атаку. Еще во время сражений мы можем пытаться уворачиваться от удара. Для этого используем свап вправо или влево. Если вы победите хотя бы одного вражеского покемона, то в конце боя получите опыт и понизите рейтинг арены. Чем больше покемонов вы побеждаете, тем больше опускается рейтинг и тем больше опыта вам капает. Не забывайте восстанавливать и воскрешать погибших покемонов, так как они вам еще могут понадобиться. После сражения престиж арены упал до нуля и синяя команда перестала его контролировать. Давайте захватим этот джим. Для этого просто нажимаем на него далее на эту кнопку и выбираем покемона, который будет контролировать эту арену. Ну вот, теперь джим наш и любой союзник может поместить в него своего покемона. Как прокачивать арены своей команды? Очень просто. Для этого выберем любой джим, который находится под контролем красных. Заходим и нажимаем кнопку с перчаткой. Выбираем покемона, который будет сражаться и нажимаем GO. В конце сражения можно увидеть, сколько вы получили опыта, а арена престижа. Забыл вам сказать, что вы можете менять покемонов прямо во время боя, выбирая своих питомцев под каждого противника. Это очень удобно, так как разный тип атак эффективен только против определенных покемонов. Например, в этом джиме против Голбата и Лапраса я использовал разных покемонов, так как это более эффективно. Ну вот и все, друзья. Теперь вы знаете достаточно много информации, чтобы сражаться и побеждать на аренах. С вами был канал Шара Геймс. Не забывайте в комментарии писать, сколько вы контролируете джимов, а также ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем до новых встреч и легендарных покемонов!